Путь звезд российского кино на церемонии закрытия, как всегда, пролегал по красной ковровой дорожке. От обилия шикарных вечерних платьев и смокингов разбегались глаза. Селебрицы с удовольствием общались с поклонниками и делились с журналистами впечатлениями о прошедшем фестивале. Это событие приобретает все больше и больше настоящего традиционного тела, мяса, атмосферы. Им становится хуже, что бывает на фестивалях. Оно становится мощнее, ближе, роднее. Очень много молодых актеров, молодых режиссеров, что замечательно, что есть шанс у ребят как-то себя проявить. И кинотабр дает такую возможность. Это прекрасно. Ведущим церемонии закрытия стал Дмитрий Дюжев, который, к слову, сыграл самого себя в дебюте Ильи Учителя комедии «Огни большой деревни». Фильм был отмечен специальным дипломом жюри за лучшее кино о кино, а также получил приз за лучший сценарий. Для меня этот фестиваль особенный, потому что здесь впервые дебютировал в основном конкурсе «Мой сын». Для меня это, конечно, такое волнительное и приятное событие. Лучшим среди короткометражек стал 14-минутный фильм «Кредит» Вадима Валиулина. А по признанию критиков, в этом году именно короткий метр был как никогда на высоте. А главный приз кинофестиваля получил хороший мальчик Оксаны Карас. Добрая картина о взрослении человека, снятой режиссером женщиной, завоевала сердца зрителей и жюри фестиваля. В этом году, вопреки традиции, гран-при взял фильм, показанный в первый конкурсный день. Когда мы открывали программу, я слышала, что зал принимает, что зал реагирует, зал живой. Вот это было самое важное. А сейчас это огромные авансы, это огромная честь. Лучшей актрисой назвали Наталью Павленкову, сыгравшую сотрудницу зоопарка, у которой вырос хвост зоологии Ивана Твердовского. Этот же фильм получил и почетный приз гильдии киноведов и кинокритиков. Награду за лучшую мужскую роль вручили Константину Хабенскому, сыгравшему коллектора Артура в полнометражном дебюте Алексея Красовского. Картина получила приз еще и за мастерство оператора. Лучшим режиссером стал Кирилл Серебренников, а самым запоминающимся дебютом фильм «Чужая работа» Дениса Шабаева. Гелена Овсецина, телекомпания ФКТ.